Клубника ламбада – описание сорта. Клубника ламбада – настоящая королева клубничного вкуса. Обладает сложным приятным вкусом с оттенком земляники. В первый сорт был получен в Голландии в 1982 году. Путем склещивания гибридных сортов выбора наиболее крупноплодных представителей. Это десертный сорт, предназначенный для разведения в открытой почве и варниках. Характеристики сорта Эта клубника – прекрасный выбор для владельцев приусадебных участков и начинающих садоводов. Он совершенно не подходит для крупных фермерских хозяйств из-за своей нетранспортабельности. Узнаем особенности клубники ламбада и описание сорта. Отличительные характеристики сорта ламбада такие – мякоть плода нежная, сочная и вкусная. По своей сладости она опережает другие сорта, даже если не совсем созревшая. Клубнички не имеют кислинки. Форма плодов коническая, немного удлиненная, насыщенного красного цвета. Чашелистки немного поднимаются кверху. Плод однороденный всегда правильной формы. Семянка желтая, незначительно вдавливается в мякоть. Вес каждой ягоды – до 20 грамм. На втором году отдельные экземпляры могут достигать размеров 30 грамм. Урожайность умеренная. С одного куста собирают до 2 килограмм ягод за сезон. Листья яркие, большие. Сорт отличается большим облиствлением. Цветки большие, с крупными тычинками. В период цветения их появляется много, цветоносы сильные. Клубники ламбада с себлей образуют много длинных и мощных усов. Растение устойчиво к вертицеллюзе и серой гнили, однако может болеть белой и бурой пятнистостью, а также мучнистой росой. Слабо устойчив к красной гнили. Росода имеет открытую корневую систему. Плодоношение начинается во второй декаде мая и продолжается до середины июля. Важно! Растение приспособлено климатическим условиям российской средней полосы. Прекрасно выдерживает 30-ти градусные морозы, даже без укрытия. При транспортировке такой ягоды начинается выделение большого количества сока. Ягоды лишаются своего привлекательного сортового вида. Особенности агротехники. Чтобы растение давало много вкусных плодов, необходимо тщательно придерживаться рекомендаций по агротехнике. Посадка клубника ламбада лучше всего растет на низкой кислотной почве. Перед высадкой ее перекапывают и удобряют смешанными удобрениями. Посадка осуществляется ранее осенью. Перед началом работ по посадке следует замочить рассаду в некрепком растворе марганцево-кислого калия. Затем их промывают в раточной воде. Кустики рассаживаются на расстоянии около 30 сантиметров. Каждый куст погружают в небольшую лунку и расправляют корешки. Затем аккуратно присыпают землей и вытягивают немного вверх. Необходимо следить за тем, чтобы точка роста всегда была на поверхности. После завершения посадочных работ клубнику поливают. Первую зиму растения нужно укрыть соломой или опилками. Если высадить рассаду весной, то за лето растения окрепнут, но урожай дадут только на второй год. Обратите внимание, если растения высаживать густо, то они дадут больше урожай. На солнечном месте ягоды будут ароматнее и сочнее. В тенистой местности урожай гораздо ниже. Размножение семенами и порядок выращивания посадочного материала. При такой разновидности размножения растереть ягоду и замочить мякоть. В воде на два дня, когда ягода начнет бродить, следует процедить все содержимое через сито и собрать оставшиеся семена перед посадкой. Примерно в феврале нужно продержать растения на нижней полке холодильника. Семена высаживаются в грунт. В начале февраля накрываются стеклом и выставляются в теплое место. При появлении первых всходов проводится пикирование и растения высаживаются в трофостаканчики. Уход за клубникой – это хороший жизнеспособный сорт. Он не требует сложного ухода. Уход за клубникой – необходимо соблюдать такие правила выращивания. Необходимо следить за тем, чтобы растения получали достаточно солнца. На затененных местах урожайность резко снижается. Растение может погибнуть на засоленной почве. Чтобы этого не произошло, на осень вносят гипс 30 кг на 100 кварталов. М. Во время цветения количество поливов резко уменьшается. Это нужно делать, чтобы у растений не развивалось грибковое поражение. Ягодник подкармливается минеральными удобрениями с периодичностью 1 раз в 2 года. Растение нужно поливать водой, температурой которой не ниже 15 градусов. После сбора урожая удаляются заболевшие листья и вносятся удобрения. Для защиты от паразитов клубника обрабатывается 2% раствором бордовской жидкости. В течение сезона несколько раз удаляются усы. Если в июне листья бледные, то нужно внести азотное удобрение. Болезни клубники болезни растений. Они не болеют серой гнилью, вертятся лезным увяданием, но может поражаться мучнистой росой. Если она появилась, то после сбора урожая растения надо скосить. После этого вся грядка обрабатывается фунгицидным составом и подкармливается раствором бордовской кислоты. Растения могут поражать такие вредители – тля, майский жук, слезень, земляничный клещ, трипес, медведка, листаед. Медведка в специализированных магазинах есть средства против каждого из этих вредителей. С профилактической целью растения обрабатываются раствором медного купороса и мыла. Преимущества и недостатка сорта. Достоинства сорта ламбады – морозоустойчивость, стойкость к заболеваниям, продолжительное время плодоношения, отличные вкусовые качества. Простота ухода, обильное плодоношение, универсальное назначение ягоды. К единственному недостатку клубники ламбада относится ее нетранспортабельность. Некоторые садоводы относят к недостаткам восприимчивость к мучнистой росе. Однако при правильном уходе рис повреждения минимальный. Клубника ламбада – отличный сорт для выращивания на приусадебных участках. Ягоды отличаются большими размерами и превосходным вкусом. Эту клубнику легко может выращивать дачник без опыта работы в сельском хозяйстве.